Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, как правильно составлять свою программу тренировок. Если почитать интервью с именитыми воркаутерами, то может сложиться впечатление, что многие из них не придерживаются каких-либо программ тренировок. Но это ошибочное впечатление. Я могу провести следующую аналогию. Представьте себе мастеров кунг-фу и новичков кунг-фу. По сравнению со мной ты словно червяк, тягающийся с орлом. Мастера, если посмотреть на них со стороны, действительно может показаться, что не придерживаются никакого плана. Они просто выполняют какие-то упражнения и делают все очень круто. А новички, наоборот, следуют строго в написанной программе и не отходят от нее ни вправо, ни влево. Почему? Потому что мастера за годы своей практики определили достаточно опыта для того, чтобы прямо из головы лупить упражнения и тренироваться. В то время как новичкам не хватает этого опыта, и им нужна цельная программа для того, чтобы знать, что делать, когда и почему. То же самое в воркауте. Тот, кто давно занимается на турниках, он уже просто настолько хорошо знает все правила составления программы тренировок, что интуитивно, инстинктивно использует их каждый раз, когда приходит на площадку. Но если ты только начинаешь свои тренировки, то тебе необходимо узнать следующие 6 правил составления правильной программы. Первое и самое главное правило. Твоя тренировка должна соответствовать твоим целям. Потому что существует огромное разнообразие разных видов тренировок. Тренировка на массу – это один вид тренировок. Тренировка на увеличение количества повторений – это другой вид тренировок. Тренировка на изучение нового элемента или нового упражнения – это третий вид тренировок. Все они будут абсолютно разными, потому что и цели у них разные. Поэтому первым делом ты должен определиться с тем, какую цель ты перед собой ставишь, еще даже до того, как ты зайдешь на площадку. И цели, которые ты перед собой ставишь, всегда должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, они должны быть количественно измеримыми, а во-вторых, ограниченными во времени. У меня вот здесь есть целое видео, посвященное тому, как правильно ставить цели, поэтому не буду сейчас останавливаться на этом вопросе. Второе важное правило заключается в том, что твоя тренировочная программа должна полностью соответствовать твоему индивидуальному уровню и каким-либо твоим особенностям. Я уже не раз заявлял о том, что практически бесполезно брать готовую программу тренировок из интернета, по которой кто-то другой тренируется, потому что она не адаптирована ни под тебя, ни под твои цели. Ты можешь смотреть чужие программы, можешь смотреть, какие упражнения используют люди, как они их выполняют, как они их объединяют в комплексы и так далее. Но затем ты должен использовать всю эту информацию, все эти знания для того, чтобы составить свою собственную программу тренировок, которая будет заточена именно под тебя. Можно сравнить это с одеждой, которая шьется на заказ и которая делается для масс-маркета, причем плохого масс-маркета, допустим, ты европеец, да, вот ты берешь африканский масс-маркет или китайский масс-маркет, то есть который шит вообще не под тебя. Либо, с другой стороны, у тебя есть отличный костюм-тройка, который шили специально под тебя. Какой из этих вариантов ты выберешь, естественно, ответ очевиден. Третье правило любой хорошей программы тренировок заключается в том, чтобы размещать тяжелые многосуставные упражнения в начале тренировки. Когда ты свеж, бодр, полон сил и можешь сосредоточиться на выполнении упражнений, тогда нужно делать самое тяжелое. А какую-нибудь тренировку пресса можно оставить на конец, когда у тебя уже не так много сил, ну и упражнение не такое сложное. Четвертое правило хорошей программы тренировок заключается в том, что в твоей программе должны быть упражнения на все основные группы мышц. И это то правило, которым очень часто пренебрегают. Потому что, ну, нам, если не нравится тренировать какую-либо группу мышц, то мы стараемся избегать этих упражнений и не включать их в свои тренировки. То есть те, кому не нравится, допустим, делать отжимания, не нравится качать грудак, они игнорируют грудак и любят больше подтягиваться. Или очень часто на площадке можно встретить людей, которые не качают ноги, потому что им не нравится приседать или выполнять аналогичные упражнения. Но смысл в том, что именно те упражнения, которые нам больше всего не нравятся, скорее всего, будут приносить нам больше всего результата. Потому что нам не нравится делать упражнения, в которых мы слабы, то есть в которых наши мышцы не развиты. Если мы будем избегать этих упражнений, то мы будем только усиливать дисбаланс, и в конце концов это может привести к травме. А если даже и не к травме, то к каким-нибудь не очень приятным последствиям. Поэтому обязательно включайте в свои тренировки упражнения на все основные группы мышц. На сгибатели и разгибатели рук, на приводящие и отводящие мышцы, на ноги, на спину, на грудь, на все основные. Можете просто открыть атлас анатомических человека, посмотреть, какие крупные мышцы есть в организме, и вот каждую из них вы должны нагружать в рамках своей тренировочной программы. Не обязательно на одной тренировке, но в рамках программы в целом упражнения должны быть. Двигаемся дальше, и на очереди у нас пятое правило. Одно из тех, которое я люблю больше всего, оно гласит следующим образом. Твоя тренировочная программа должна вписываться в твой ритм жизни. Абсолютно бессмысленно составлять тренировочные планы, которые ты не сможешь выполнять просто потому, что у тебя нет свободного времени, нет возможности выполнять те или иные упражнения, потому что на площадке нет соответствующих конструкций и так далее. Наоборот, отталкивайся от того, что у тебя есть. То есть даже если у тебя есть время всего полчаса в день на тренировку, составь свою тренировочную программу таким образом, чтобы максимально эффективно использовать это время. Есть больше времени на выходных, тогда на выходные ставь более сложные упражнения и больше нагрузку. Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай, как говорил Юрий Бойко. Ну и последнее, шестое правило заключается в том, что твоя программа с течением времени должна изменяться. Хочу напомнить, что единственное условие, по которому твой организм будет меняться, это стресс. То есть каждый раз, приходя на тренировку, ты должен давать ему ту нагрузку, которой он не готов. Иначе у него просто не будет стимулов к росту, не будет стимулов к изменению. Поэтому со временем тебе нужно будет добавлять объем тренировочный, добавлять интенсивность упражнений, менять упражнение на более сложные и так далее. То есть делать разные всякие штуки, чтобы тренироваться было тяжелее. Как часто? Это зависит от тебя, от твоего прогресса, твоей тренировочной программы. Но в целом раз в полтора-два месяца имеет смысл что-то изменять. Не нужно бояться составлять свою программу тренировок и не нужно пытаться сразу составить идеальную программу тренировок. Просто потому, что идеальной программы не существует. Программа тренировок это не результат, это процесс. То есть важно именно уметь составлять программу тренировок, потому что какую бы замечательную программу вы не составили, рано или поздно в нее придется вносить изменения, потому что вы к ней привыкнете, ваш организм адаптируется, и она больше не будет давать результата. Поэтому начните с чего-то небольшого, просто напишите те упражнения, те комплексы, которые вы делаете Подумайте, как можно их улучшить, проверьте, вписываются ли они в те 6 правил, о которых я говорил раньше Потому что если нет, это уже говорит о том, что в программе есть какие-то недостатки Если да, значит это отличный базис для того, чтобы начать заниматься и смотреть, что будет дальше Опять же, вот здесь размещу ссылку на так называемую матрицу Кучумова Которая позволит вам оценить свою программу тренировок и понять, хорошая она или плохая А сейчас на этом не буду останавливаться Да и в принципе, наверное, ни на чем больше не буду останавливаться Потому что те мысли, которыми я хотел с тобой поделиться сегодня, я уже высказал Добавить больше нечего Если будут возникать какие-то вопросы, то пиши в комментариях под видео И увидимся в следующих роликах Пока! Субтитры сделал DimaTorzok